Дарк Соулс Я могу сказать, что как видите я в другой броне, я решил перейти на эту, в принципе потому что она у меня тоже неплохо вкачана, неплохо прокачался вот на этом месте, как мне и подсказывали, здесь довольно легко фармить души. Я вам сейчас покажу вообще нечестный способ, которым я не пользовался, вы знаете как я ко всяким читерским вещам отношусь, но для вас покажу сейчас. Короче здесь стоит трое очень сильных товарищей и делается вот так, вы их пробегаете, всех агрите, вот третий побежал и возвращаетесь быстро... Тихо, не надо, возвращаетесь к этой лесенке, они в результате как тупые бараны сейчас пойдут вас убивать. Вон видите, побежали. Ушел один, ушел второй, так, а третий что-то не хочет. Ну ладно, третьего мы так добьем. Как видите у нас на 4000 душ стало больше. Это по-моему прекрасно. Но я делал вот так. Короче говоря, я решил просто с ними драться. Довольно много... Ой, тихо. Довольно много времени на это убил. Но могу сказать, что это мне дало очень неплохие результаты. Я нехило прокачался и теперь стал примерно в два раза сильнее. Так что могу уже показать кое-какой отпор данным товарищам. Как вы видите, мы заработали буквально за минуту 6000 душ. Если кому нравится такой способ, можете им пользоваться, если игра для вас слишком сложна. Я потратил сегодня целый день на прокачку своего персонажа. Но я именно бегал и рубил их. Потому что мне, честно говоря, неинтересно вот этим дуболомным способом пользоваться. Ну да ладно, как бы там ни было. Ради чего вообще сегодняшняя серия? Мы сегодня пойдем в Асайлу. То есть мы вернемся к тому боссу, потому что я разговаривал со знакомым, который проходил. И он мне посоветовал первым делом идти туда. Несмотря на то, что этот босс очень силен, в принципе, его убить реально. И после этого нам дадут несколько очень хороших вещей. Так что сейчас я выключу запись, доберусь до туда. И уже от Асайлума мы начнем разбираться что-то, как разбираться с этим боссом. Так, ну вот мы здесь сейчас полетим туда. Я, честно говоря, не знаю, что с ним делать. Он очень сложный. Мне единственное сказали постараться держаться у него за спиной все время. Потому что у него в основном все удары идут вперед. Я не знаю. Возможно, мы не с первого раза сейчас его убьем. Но как бы там ни было, сегодня я его намерен убить. Так что посмотрим. Я неплохо прокачал себе Учигатану. То есть в канализации, где водятся слизни. Если вы помните, там есть такой коридорчик, где они падают сверху. Около Бонфаера, около костерчика. Вот если убивать их и потом бегать к Бонфаеру и опять убивать, то время от времени из них выпадает большой титанитовый осколок, который нужен для последующей прокачки Учигатана. И в результате Учигатана у нас стало Учигатана плюс 9. Я на это потратил где-то 2 часа, но результат того стоил. Учигатана у нас теперь просто зверская. Ну, как зверская. Сейчас нам быстренько покажут, что мы не правы. Как правило, нас в такие моменты наказывают. Щит у меня, как вы видите, у него не 100% погашение ударов. То есть при ударах тратится маленько жизни. Но при этом у нас есть кольцо, и при убийстве часть их жизни переходит к нам. Так что, в принципе, все окупаемо. Почему я его ношу? Потому что с ним очень быстро восстанавливается выносливость. Вне зависимости от того, в руках он или за спиной. Потому что сейчас мы будем драться с боссом, а этому боссу вообще пофигу, честно говоря. Есть у нас щит, нет у нас щита. Так, сейчас я подойду к бонфайру, который находится там, вон, за дверями. Ой. Суть и по тому, как я дерусь с этими слабыми противниками. Ничего хорошего у нас сейчас не будет получаться. Короче говоря, вот такие дела. Все дороги ведут сюда. После этого завтра, я думаю, мы пойдем по лесу разбираться с этими гигантами. С гигантами, надо сказать, тоже попроще стало. Вообще, мне посоветовали в комментах сходить обратно в Блайт Таун. Там есть две души Firekeeper Soul, с помощью которых мы сможем улучшить эстисфласки. Одна в том месте, где, помните, там коллектор, я упал в свое время и погиб. Вот в то место нужно сходить. И вторая душа находится у богини, которой мы поклоняемся. Ее нужно убить. Такие дела. Ой, блин. Да что ж я. Какой-то я уже рассеян. Я сегодня много играл в эту игру. Вот время выдалось пока свободно. У меня, как правило, часик максимум в день выдается на игру. Но сегодня я играл целый день. Уже, честно говоря, мозги на бекрень. Но я твердо намерен, так что давайте. С богом. Эй. Нормальное начало. Как я понял, я не очень удачно упал. Ладно. Все, хана. Так. Ой, нормально. О, ладно. Продолжение следует... 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 Она не тут похожа, что ли? Она, видимо, в оружии. Так. Подожди, я что-то не понимаю. Понятно. Что-то я вообще не пойму, где она находится. Так, давайте по порядку. Это моя усталость сказывается или как? Но где она находится, я что-то пока не пойму. Вот мы по второму кругу пошли тут. Тут у нас... Тоже ее нет. Тут у нас ключики. А, вот она, кстати говоря. Странная кукла в странном платье. Я, честно говоря, не знаю для чего. Нам мне про нее ничего не говорили. Ну ладно, потом разберемся. Так, ну и все, пошли с вторым рыцарем разбираться. А тут у нас... А, отсюда я, собственно, и начинал, как вы помните. Или все-таки отсюда я начинал. Нет, по-моему, я отсюда начинал. Не помню, честно говоря. Уф, ну ладно. Прям такой груз с плеч. Я все думал, когда же его убивать. Этого огромного стрей-демона. Но все решилось. Как видите, в мастерстве, маханья мечом, я маленько подрос. Сказывается то, что я очень долго дрался с теми тремя крайне непростыми противниками, с которых по две тысячи душ вылазит с каждого. Могу сказать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты... Ты же тот рыцарь. Ой, какой-то тяжелый. Тот рыцарь, которого мы... Подожди. Да, блин. Он не дает мне подключиться. Тихо-тихо-тихо, братья. Все, отлично. Фу, так. Че ж ты на меня напал-то? Крест-шилд. Так, хорошо, щиты я люблю. Кстати говоря, надо поставить вместо этого грас-шилда. Так, крест-шилд. Че он дает? Защиты у него сотни. Ну, это, в принципе, неплохо. Но у Спайдер точно такой же. Но у него против магии, конечно, у Спайдера сопротивление похуже. Так что, в принципе, щит крайне неплохой. Так, ладно. Я, правда, не понял, зачем он на нас напал, этот уродец. Но, ладно, напал. Огрех. В этот раз я себя увереннее тут чувствую. Так, тут у нас еще есть дверца наверх. Давайте сходим сюда, посмотрим, что у нас здесь. Вот тут он убежал в прошлый раз. Угибал. Так, че пишет? А, понятно. Ну, это обучение с самого начала еще. Так. Это дорога. Куда ведет? А вот тут сейчас, по-моему, второй рыцарь будет, нет? Я че-то не помню уже эти места. Ой, да-да-да, я его слышу. Так, тихо. Плохо. Но я его тоже задам. Кровь течения, отлично. Неплохо так ему рубанул. Так, давай, братан. Так, неужто все будет так просто? Дай второй удар. Ну, ладно. Так, красный осколок. Так, что еще у нас тут есть? Отсюда, я так понимаю, выход обратно в этот зал. Честно говоря, не помню. Да-да-да, сейчас мы... Возьми свой щит, написано. Сейчас мы выйдем опять в эту залу, где была битва. Где мы в этот раз провалились. Да, точно. Так, ну что, куда-то еще можно пойти. Еще там можно было пойти наверх в другую сторону. Насколько я помню. Да, в принципе, мы тут уже и практически закончили. Так, тут ничего нового нет. Все обучение. В принципе, мы с Undead Asylum закончили. Наше возвращение состоялось и состоялось успешно. В этот раз мы показали всем козьи рожи. Но, конечно, стрейдемон, этот огромный, толстый заморожь, заставил меня попотеть. Так. Блин, чего ж я путаюсь так сегодня? А там что у нас лежит? А вот, собственно, от этого мы ключи брали, по-моему, да? Подожди нет. А, я помню, где у нас ключи. Это мы сейчас идем в ту сторону, поднимаемся по лестнице. И там можно было раньше на босса бежать. Ну, то есть, спрыгивать с балкончика на него. И была дверь закрытая. Вот эта дверь, наверное, сейчас будет открыта. На меня по-новому не покатит шарик? Ну, в этот раз у нас защита получше. От него далеко не так много здоровья, как в прошлый раз. Давай, братик, давай. Ох ты, какой, да? Так, ладно, не путайся под ногами. По большей части, кроме стрей-демона, здесь идет зачистка уже. Потому что эти враги уже... Ну, они начального уровня, за исключением темных рыцарей, которые были довольно опасны. Они не могут составить нам серьезной конкуренции. Да, вот отсюда мы прыгали на него. Хорошо, тут сейчас будет... О, тут два с щитом теперь. Так, ну они, опять же, по-моему, должны быть не слабые. Да, начальный уровень. Очень сложно. Так, отлично. Видите, я и пинаться научился, наконец. Никак не мог научиться пинаться, но те трое ребят меня заставили научиться. Ребята крайне сложные были. Ох, сколько раз я их убивал. Сколько раз они меня убивали. Так, и вот что мы в итоге тут имеем. Растет, Iron Ring. Ой, блин. Повышает баланс. А, так, подожди. Так. Легче передвигаться по местам типа болот. То есть, когда мы бегаем по, скажем, Блайт Тауну, по этим болотам, мы будем передвигаться гораздо быстрее теперь. Это серьезная помощь. Так что надо будет его одеть. Не надо будет про него забывать. Так, ну и что, все что ли тут? Все зачистили, что могли? Насколько я понимаю. Вроде как, да. Так, ну и ладно. Пойдемте обратно. Почему бы и нет. Тихо, я слышу, чей-то бег. Что он там делает? Ну ладно. Давайте спускаться. Тихо, тихо, тихо. Что за звуки? Так, с этими покончено. Все, идем на выход. Мне, кстати, еще говорили, что тут дает какой-то ключ. Или я что-то путаю? Нет, я путаю. Вообще, конечно, с одной стороны, то, что мне в комментариях пишут очень много вещей, это можно посчитать за спойлеры. Но это не такая игра, это же мне не сюжетные, раскрывают детали. Мне просто помогают облегчать мне жизнь. Говорят, что как сделать. Это меня, честно говоря, радует. Это не какой-нибудь Heavy Rain, что народ там подмил специально в комментариях к разнообразным видео сразу рассказывал, кто убийца. И интерес смотреть, собственно, пропадал. Так. Ну и что, я не знаю, сколько эта серия получилась по времени, но как бы там ни было... Ой, сколько у меня сейчас монтажа предстоит все эти смерти вырезать, бесчисленные. Как бы там ни было, воскресный выпуск, такая серия внезапная закончена. Надеюсь, вам понравилось. Завтра мы пойдем в лес зачищать, где вот эти рыцари здоровые там были. Мы, короче говоря, пойдем туда. В принципе, я думаю, сейчас уже с таким уроном я буду справляться с ними полегче, мне будет попроще. Не знаю. Увидим завтра. Оставайтесь на канале. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!